Приветствую вас и вы задали вопрос достаточно изолированным, то есть вы предлагаете нам разобрать конкретную ситуацию, которая произошла с вами и ответ соответственно будет такой же изолированный. То есть это общий ответ на общую проблему, а заключается он в том, что вы не даете свое внимание человека, а через это внимание вы хотите почувствовать себя значимым, важным, ценным, востребованным и так далее, а без этого внимания вы себя до кого не чувствуете. И через этого человека вы хотите отчасти удовлетворить свою потребность в том, что я перечислил выше. Соответственно, чтобы не быть зависимым от этих сил, от этих переживаний, вам необходимо определить для себя. А почему вы сами, без этого человека, не можете чувствовать себя востребованной, нужной, силанной и так далее? Да потому что вы не уверены в себе. Ну, недостаточно уверены в себе для того, чтобы спокойно воспринимать отказ. Вы не уверены в том, что вы нужны, вы не уверены в том, что вы востребованы, вы не уверены в том, что вы для кого-то важны. И вот эту неуверенность нужно убирать. Как? Через реализацию себя самой, ведь вы пытаетесь через этого человека себя реализовать, вы пытаетесь как-то ощутить себя более значимым, насколько вы пытаетесь себя реализовать. Значит, в других сферах деятельности у вас реализации недостаточно. И вот вам нужно понять, подумать для себя, чего вам не хватает, почему вы в себе не уверены, где у вас есть, знаете, проблемы, недоработки, слабости, где у вас есть минусы, какие это минусы и так далее. И вот, собственно говоря, над этим и начать работать, над устранением этого и начать работать. Тогда мнение одного человека и отношение одного человека при условии, что вы знаете себе цену, при условии, что вы чувствуете, что реализуетесь, развиваетесь и так далее, не будет на вас ничего значить совершенно. И отдельно хочется сказать так. А тот факт, что вы испытали разочарование, боль, обиду, говорит о том, что вы очень сильно ждали встречи с этим человеком. Встреча с этим человеком была нужна вам, лично вам. Мне кажется, вопрос, если вы встречаетесь с человеком не для того, чтобы хорошо провести время, а потому-то это нужно лично вам. То, что именно вам нужно? Человек в данном случае выступает как средство для удовлетворения ваших желаний и потребностей. Так какие это желания? Какие это потребности? Чего вы хотите получить с этим человеком? Чего вам не хватает? Вот на эти вопросы вам нужно ответить, чтобы понимать, что послужило причиной возникновения таких эмоций. Потому что эмоции характерны для той ситуации, тех случаев, когда человек, то есть вы, не получает того, чего он хочет. Того, что ему важно, того, что ему нужно. А поскольку человека для идеальных отношений, для полноценных отношений, равноправных и независимых, нужно воспринимать как саму цель, то есть желание быть с ним, желание делать его счастливым и так далее, то в этом кондексте перенос вашей встречи абсолютно ничего не значит. Если человек, которого вы хотите сделать счастливым, перенес встречу, значит в другое время вы сможете сделать ему более счастливым. А представьте себе, если бы человеку время не перенес. При этом у него были бы дела. Все равно. Получал бы он наслаждение от ваших встреч? Вряд ли. Был бы он счастлив с вами? Вряд ли. Тогда бы вы испытывали еще более негативные эмоции. Но, если бы казаться честным, я решил встречу перенести. И в случае, если вы действительно хотите делать его счастливым, то вас это никак не задевает. А раз вам заделан, значит что-то вы хотите через него получить. Вот над этими желаниями и нужно поработать. Понять как бы предмет этих желаний и удовлетворить их не через человека, а напрямую через вас. Чтобы в этом, в этих желаниях, вы от людей не зависят. И в завершении хочу привести пример небольшой. Вот вы говорите мне, например, я хочу с тобой встретиться, чтобы поговорить. Я говорю, хорошо, встретимся с вами там через час, например, где-то, да. Проходит полчаса, 40 минут, я вам звоню, говорю, простите, пожалуйста, я не могу с вами встретиться, я встречу с вами через два часа. Вы уже настроились на то, что мне будете говорить. Вы уже настроились на то, что вы мне рассказываете все, что вот вам хочется. И вы настроились на то, что вы рассказываете мне тоже сейчас. Вы уже мысли собрали, да, вы уже приготовились, вы уже прямо написали чуть ли не речь. Зато я вам говорю, подождите еще час. Естественно, вам будет обидно, потому что вы это уже приготовились, вам нужно уже рассказать. Эти слова-то, они уже рвутся наружу, а получается, что рассказать вы не сможете. И казалось бы, пустяковый перенос на час, вас тоже вызовут негативные эмоции. Потому что вам нужно это вынуждать в том, чтобы со мной поговорить. Теперь представьте ситуацию, когда вы не нуждаетесь так сильно, вы хотите просто провести время. Ну, просто развлечься, просто провести время. При этом вы можете совершенно спокойно, при невозможности встретиться, провести время как-нибудь еще. Естественно, в данной ситуации вы совершенно спокойно отреагируете на перенос встречи и скажете, что ну хорошо, когда сможешь, да, и встретиться. Потому что нет вашей личной заинтересованности, вы независимы никак от человека. Уреду зависимость, и нужно убираться. Уберете зависимость, уберете эти негативные переживания. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.